15 человек спасли из пожара в жилом доме на улице Буйков в Улан-Удэ. Среди них пятеро детей. По одной из версий здание подожгли. Пожарные справились с пламенем за 20 минут. Успело выгореть перекрытие между этажами и закоптили стены. И это не единственное ЧП с огнем за сутки. О том, какие еще новости сегодня, расскажет Восточный экспресс. Я Лариса Иренцеева. А Мормандес, здравствуйте. Вот некоторые остановки. Частные детские сады под угрозой закрытия. Почему дошкольные учреждения лишат республиканской субсидии, выяснял Шенгис Яхунаев. Небезопасный частный сектор. Какую угрозу скрывают высокие заборы, проверил дежурный по городу. Поздравление ветеранов о том, как прошла акция ко Дню Героя Отечества, расскажет Александр Фишева. И начнем с того, что частные детские сады с 1 января рискуют потерять финансирование из республиканского бюджета. То есть родителям, возможно, придется платить полную стоимость за посещение дошкольных учреждений или групп присмотра и ухода. А это порядка 10 тысяч рублей в месяц за одного ребенка. Почему хотят отменить субсидии, кого это не затронет и что предлагают чиновники в материале Ченгиса Яхунаева. Новость об отмене субсидий для частных детских садов на этой неделе переполошила родительские чаты города. И сразу посыпались вопросы, куда идти, если сады закроются, как вернуться в очередь и, главное, где найти деньги на детсад. Если сейчас наши детские сады лишат субсидии, то вся нагрузка упадет на родителей. То есть не каждый сможет полностью, в полном объеме оплачивать сад. Соответственно, нам придется кому-то из родителей одному уволиться, чтобы сидеть с ребенком. Мы с садиком Боровичок. У нас большой детский садик. Посещаемость детей, наверное, 400 человек. В этом садике у нас можно отдать ребенка в полтора годика. То есть муниципальные детские сады не берут в таком возрасте, берут только с трех лет. Одиноким мамочкам это очень тяжело. А в полтора годика отдать и выйти на работу, это очень хорошо. Компенсировать затраты частным детсадам и тем, кто занимается присмотром и уходом за детьми, начали два года назад. Правительство просило предпринимателей открывать больше частных учреждений, чтобы разгрузить муниципальные. Но сейчас те сады, где не проводится образовательная деятельность, могут лишиться субсидий. Они заключали договора с другими частными или муниципальными образовательными организациями по осуществлению образовательной деятельности на их территории. С учетом того, что некоторые частные учреждения дошкольного образования и муниципальные детские сады на сегодняшний день переполнены, они не имеют возможности предоставлять свои площади для оказания образовательной услуги. По предварительным данным, 18 организаций по присмотру и уходу не смогут заключить договоры на оказание образовательных услуг с лицензированными детскими садами. Отсутствие договоров между лицензированными и нелицензированными частными садами приведет к отказу в субсидировании и, возможно, к повышению родительской оплаты. В те самые 18 садов входят 900 детей и готовы распределить на свободные места в лицензированных учреждениях. В муниципальных садиках сейчас есть всего 600 мест, но это СО обещают увеличить после комплектации. Основу года предлагают места в пяти новых – в микрорайонах Визионном, Забайкальском, на улицах Лермонтова, Конечной и Боевой. У нас в Солдатском садик-родничок, хороший садик, нас он полностью устраивает. Конечно, мы будем ходить туда рядышком, с домом, 10 минут ходьбы, ребенка не надо ни таскать на себе, ни по автобусам возить. Где нам садик могут предложить? Аэропорт. Чтобы доехать до садика – два автобуса. Чтобы вернуться нам обратно – это опять два автобуса. Образовательные услуги – не единственное требование, чтобы получать субсидию. Дошкольные учреждения должны иметь отдельную территорию для прогулок, собственный спортзал, транспорт для перевоза ребятишек до детского сада. А все ли муниципальные сады отвечают этим требованиям? На этот вопрос в Комитете по образованию ответ не нашли. А вот Министерство науки и образования считает, что частные группы для присмотра и ухода все-таки нужны. Они снимают социальную напряженность. Их можно открыть там, где детские сады невозможно построить. Вопрос – кто будет их финансировать? Мы Министерство образования, мы выделяем деньги только там, где осуществляется образовательная деятельность. Возможно, правительство Республики Бурятия их будет поддерживать с точки зрения предпринимательской деятельности. Такие программы, такие гранты у нас есть в Республике, поэтому этот вопрос будет решаться в ближайшее время. А пока родителей приглашают на прием в Комитет по образованию. Встреча будет проводиться по записи с 13 по 17 декабря. Решат ли они проблему? Многие родители настроены категорично и готовы идти за правами своих детей в суды. Цены на бензин в Улан-Удэ снова выросли. Так, популярные марки 92-го и 95-го бензина стали дороже на 3,5 рубля. Больше всех прибавил 98-й – 4 рубля 60 копеек. А владельцы дизельных авто теперь платят больше 55 рублей за литр. Ощутимо, цены поднялись к концу года. Только за декабрь стоимость топлива выросла на 30 копеек. Если взять за пример автомобиль с расходом 10 литров на 100 километров, владелец в начале года на пройденную сотню тратил 438 рублей. Сейчас же на эти деньги он проедет на 7 километров меньше. Цифра небольшая, но это расстояние от площади Советов до Русского драматического театра. Большую часть цены на бензин составляют налоговые отчисления и акцизы. Плюс прибыль производителя и примерно столько же доход заправки. Остальное – это себестоимость производства и прочие расходы. Специалисты утверждают, что подорожание бензина связано с закупочной ценой. Она сейчас нестабильна. Немалую роль играет и инфляция. Чтобы удерживать цену от резких скачков, правительство ввело демпфер. Простыми словами, если за рубежом цены на российский бензин высокие, государство компенсирует потери нефтяных компаний на внутреннем рынке. Без этого механизма горючий давно стоило бы 60 рублей за литр. Почти как, например, в США. В Китае цена держится на уровне 92 рублей, а вот в Европе того же 92-го бензина почти нет. Он не соответствует стандартам качества. К другим темам. Контактным лицам отменили обязательное ПЦР-тестирование. Правило изменило главный государственный санитарный врач России. Теперь лабораторное исследование предусмотрено только для тех, у кого проявились клинические симптомы ковида. Если же они так и не проявятся, то контактные лица смогут заканчивать период самоизоляции без дополнительных тестирований. Ранее обследование назначали на 10-12 день после встречи с инфицированным. Также срок действия ПЦР-теста официально сократили до 48 часов и ввели ограничения для прибывающих из-за границы. В связи с выявлением нового мутированного штамма коронавируса омикрон вводится обязательная 14-дневная изоляция для лиц, прибывших на территорию Российской Федерации и стран Южной Африки и Гонконг. В период изоляции предусмотрено обязательное их двукратное лабораторное ПЦР-тестирование. Ну и к традиционной коронавирусной сводке. Суточный прирост заболеваемости остается стабильным уже более двух недель. Около 230 новых случаев при этом выздоровело за сутки значительно больше. Ковид унес еще семь жизней. Все умершие были старше 65 лет. Продолжаем. Водителя затонувших «Жигулей» нашли мертвым. Накануне автомобиль ушел подлет на реке Ина в Баргузинском районе. Глубина в месте провала 3 метра. 32-летний водитель пропал. Его тело обнаружили позже спасатели и передали сотрудникам полиции. И о других последствиях, других чрезвычайных происшествий далее коротко. Пассажир автобуса пострадал в аварии. Накануне вечером в районе Комушки столкнулись автобус и «Лексус». По сообщениям очевидцев, легковая хотела проскочить перед общественным транспортом. Пострадавшую из автобуса доставили в больницу для осмотра. Мужчина погиб в пожаре в доме на улице Революции 1905 года. Одна из квартир загорелась ночью. Пожарные вывели оттуда трех человек. Тело еще одного обнаружили во время тушения, уже без признаков жизни. Огонь мог разгореться из-за нарушений в эксплуатации электроприборов. Двое пожилых мужчин пострадали из-за возгорания в жилом доме в селе Жилино Кабанского района. Местные жители вывели их из огня до приезда спасателей. Пострадавшие в больнице огонь повредил полы в комнате и домашние вещи. Дом загорелся, скорее всего, из-за неосторожности при курении. Еще одно ЧП. В Кабанском районе, в частном доме, взорвался котел. Семья с 13 детьми осталась на улице. К счастью, в происшествии никто не пострадал, но детям срочно нужны теплые вещи. Как помочь, расскажем далее. Взрыв произошел вечером 8 декабря. Елена вышла в магазин за продуктами, а происшествие узнала от дочери. Та бежала навстречу в одной пижаме. Вырвала всю обшивку от взрыва. Вырвала всю отопительную систему. Котел полностью весь разорвало. Выломала все двери в туалет. Выломала двери в ванную. Всю стену разворотила панелей. В происшествии, к счастью, никто не пострадал. Дети находились на втором этаже. Взрывная волна их не задела. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Выясняют причины. От взрывной волны у нас даже упал шкаф. Все переломало. Семья воспитывает 12 приемных детей и родную дочь. Они лишились не только крыши над головой. У детей нет одежды и, главное, зимней обуви. Телекомпания «Оригус» объявляет сбор вещей. Принести их вы можете по адресу улицы Каландарышвили, дом 23, студия «Оригус». Полный список всего, что требуется, и реквизиты для материальной помощи мы разместим также на нашем сайте «Оригус.тв». Александр Бутуханов, телекомпания «Оригус». Восточный экспресс набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Небезопасный частный сектор. Какую угрозу скрывают высокие заборы? Проверил дежурный по городу. Большие старты для юных спортсменов. На первенстве республики по фигурному катанию побывал Алексей Туровов. Великолепная пятерка возвращается. С героями и создателями игры познакомилась Жаргалма Бадмаева. Об этом чуть позже. Сейчас о том, что глава республики ведет переговоры о дополнительных средствах на автобусы для Бурятии. Об этом он сообщил в соцсетях. Предварительно речь идет о полутора миллиардах рублей. Ранее Бурятии уже подтвердили господдержку на 860 миллионов. Часть этой суммы пойдет на прохождение отопительного сезона. 500 миллионов рублей планируют потратить на новые автобусы. Эту сумму республика ожидает получить до конца года. На эти средства можно приобрести порядка 50 автобусов большой и средней вместимости. Но нам этого мало. И надо не только для города, но и для пригородного сообщения с Ивалдинским, Заиграевским и другими районами тоже ставить большие автобусы. И не один-два, а в достаточном количестве. Поэтому сегодня встретился с генеральным директором государственной транспортно-лизинговой компании «Дитрихом», чтобы с их помощью 500 миллионов превратить в полтора миллиарда рублей и взять больше автобусов. Алексей Цызенов отметил, что предстоят еще различные юридические и финансовые процедуры готовых автобусах на заводах. Сейчас нет, но тем не менее поставки новой техники ожидают не позднее второго квартала следующего года. Агрессивные собаки и безответственные хозяева. Такой дуэт может привести к печальным последствиям. Страдают от него прежде всего прохожие. Героиня нашего сюжета рассказала дежурному по городу, чем для нее закончилась такая встреча. Уличные собаки доставляют немало проблем горожанам, но агрессивнее себя ведут собаки дворовые. Встреча с такой чуть не обернулась трагедией для героини нашего следующего сюжета. Резко почувствовала толчок сзади и боль в левой ягодице. То есть вы не слышали? Я не слышала, она не гавкала, ничего не делала. Просто она пала сзади. Я начала кричать, отбиваться, перевернулась на спину. Мне спасло то, что здесь просто синяки, то, что куртка плотная. Он ее взял, оттащил от меня, прямо за шерсть, вот так вот, и держал ее. И мне сказал, уходите, я ее держу. Ни скорую не вызвал, ни помочь мне не предложил. А как я уходить, если я подняться не могу? Сильный ушиб ноги был и укус тем более. И правая нога уже была разудрана. Видимо, что-то повредило. И у меня теперь, получается, я фактически месяц на больничном. У меня левая нога, ступня не работает. Не могу ей двигать даже. Первая же пора было ехать туда, начать какие-то разбирательства. Потом решили пойти буквой закона. Подали заявление. Перезвонили с полиции. Сказали, пока не доказано, что собака хозяйская. Она, возможно, уличная. Будет сначала разбираться комитет. Какие-то отписки нам шлют. В этих отписках написано, вам придет письмо в трех листах. Вам придет письмо в шести листах. Убивают то, что знаем адрес. Они прекрасно видели, зарегистрировали то, что эта собака там имеется. И в итоге все равно ничего не проводится. Со слов пострадавших, собака находится именно в этом доме. Но вот никто не выходит, к сожалению. Заходить на территорию частную мы не имеем права. Но я слышу, там далеко, судя по всему, на привязи находится большая собака. По мнению пострадавшей, разбирательства затягиваются. Об этом мы поставили в известность всех ответственных лиц. Вместе с тем, женщина разыскивает своего спасителя. Молодого человека, который не оставил в сложной ситуации и подвез до дома. Я очень благодарна ему. Если бы увидеть его, поблагодарить его. Он хорошо подвез меня сюда. Ольга Арсенукаева, Вячеслав Цибиков, Батархалматов, телекомпания «Аригус». Госдума расширила полномочия полиции. Теперь, если гражданин обращается с заявлением к сотруднику, он обязан назвать свою фамилию, имя и отчество. Но показывать паспорт такой ситуации не нужно. Эту и другие поправки в закон уже приняли в третьем чтении. О том, что может еще поменяться, если закон одобрит Совет Федерации, далее в рубрике «Пять фактов». Полицейский может не представляться, если его жизни и здоровье угрожает опасность или необходимо остановить преступление. Но после задержания озвучить должность и звание сотрудник обязан. Полицейским станет проще проникать в жилые помещения, если необходимо задержать подозреваемого или обвиняемого в преступлении. Упростят полиции доступ в машины. Как говорится в законе, это нужно для обеспечения безопасности при массовых беспорядках, пресечении преступлений и спасении человека. А также в случае с пьяными водителями. Полицейский сможет досмотреть личные вещи и авто не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при подозрении о сокрытии украденных вещей. При оцеплении полиция может осмотреть вещи граждан, а также их автомобили и перевозимый груз. Если человек откажется, то его не пустят на оцепленную территорию. Без поддержки полиции не обходится и ни один выезд по проекту «Семейный контролер». В этом году в эфир вышло 18 программ. Принято более 200 сигналов о неблагополучии. Это раковина, в которой вы моретесь, я стесняюсь. Напомним, проект «Семейный контролер» — это в первую очередь проверка потенциально опасных семей, где родители злоупотребляют спиртным или жизни здоровью ребенка что-то угрожает. В выездах участвуют сотрудники ПДН, органов опеки и соцзащиты. Если ситуация серьезная, детей забирают незамедлительно. В этом году было три таких случая. Во время съемок в Центр увезли семерых детей. А вы зачем пили? Это праздник какой-то или что? Да. У вас ребенку год. Да, это было вот такое. Вы стоите в невменяемом состоянии. Вы считаете, это нормально? Нормально. Вы детей пугаете? Это вы детей пугаете? Мы? Что вы делаете? Вы идите отсюда. Что сейчас с этими детьми и как изменилась ситуация в других проблемных семьях, можно увидеть в программе «Семейный контролер». Также мы расскажем, сколько детей-сирот в рамках проекта смогли найти новую семью. Итоговый выпуск этого года смотрите сегодня в эфире нашего телеканала на сайте arigus.tv. В неочередную сессию из-за так называемого закона о QR-коде готовятся провести в Народном Хурале. Напомним, ранее регионам поручили высказать свои «за» и «против» на предложение правительства России об изменении закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Именно местная власть должна решить, какие антиковидные меры считать наиболее приемлемыми. Артемий Шаков далее. Совет Народного Хурала решил собрать депутатов, но в неочередную сессию Федеральный Центр поручил регионам обсудить изменения антиковидных мер. Именно местным депутатам придется решать, что важно, а что излишнее. Совет Народного Хурала предлагается созвать внеочередное заседание Народного Хурала Республики Буряти 14 декабря 2021 года в 10 часов утра. Там же рассмотрят предложения самих депутатов. По содержанию законопроектов в Хурал поступило около 900 обращений граждан и только 30 из них от жителей республики. Обращение, которое против федеральных законов, проектов, это обращение в основном с других субъектов. И они сделаны практически под копирку. Я ответы подписываю каждый день по два часа. С республики Буряти поступило совсем немного. Опять же, там тоже одно и то же. Те, кто по-настоящему беспокоится из-за ограничений, успокаивают. Вводить ограничения в транспорте никто не собирается. Ситуация на самом деле тяжелейшая в стране. У нас в республике, вы знаете, вчера 10 человек умерло. И практически каждый день умирают люди. А уже на очередной сессии депутаты предметно рассмотрят вопросы молодежных и детских общественных объединений. Курирующее министерство на Совете Народного Хурала озвучило причины миграции молодежи из Бурятии. Молодые люди просто ищут разные варианты для развития. В том числе мы здесь предлагаем варианты для развития. В том числе через поддержку молодежных общественных объединений. Депутаты предлагают расширить влияние на молодежь. В том числе через национальные виды спорта. В прошлом году профильная спортивная федерация прекратила свое существование. Нашу дополнительное предложение. В преддверии столетий республики и так далее. Восстановить работу федерации национального вида спорта. Или создать как общественную, молодежную, региональную организацию. Эту работу в министерстве пообещали продолжить. Артемий Ушаков, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». Не только 9 мая, в День Героя Отечества, молодежь Бурятии поздравила участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Попал в концлагерь вместе с бабушкой в 43-м году. В концлагере в Германии уже была мать с братом. Леонид Сенегрибов оказался в лагере смерти в два года. Сейчас ему 80 лет. Почти полжизни он посвятил газете «Судьба». Выпускает ее в одиночку. Издание защищает интересы жертв фашизма. Недавно Леонид Кириллович подарил 200 книг со вспоминаниями бывших узников концлагерей одной из городских школ. События тех дней до сих пор перед глазами. И вот так получилось, что удалось выжить благодаря поддержке земляков и тех же литовцев, литовских женщин, польских женщин, которые спасали русских детей тогда, выручали из беды. Сейчас мы узники, бывшие узники концлагерей мечтаем дожить до 80-летия. Вспомнили военные годы сегодня и те, кто побывал на поле боя. Николаю Борисовичу 97 лет. В армию шел с первых дней войны. Сначала минометчиком, затем попал в ряды десантников. Военный путь начал на восточных рубежах нашей родины. А в Монголии я попал в 12-го дужно. Сапером был. Мы разгромы планировали, колотцы копали. По Монголии там наша часть была. Победу Николай Борисович встретил в Японии. Там же воевал и Санжи Бадмаевич. На войну ушел 18-летним парнем. Мы не жили в казармах, а в степи. Выкопали такие ямы, там жили. Но наблюдали за японцами. Прямо на границе мы были. Что они там делают и так далее. Утром с нашего наступления мы пошли. Взяли город Манчжуры и вдоль КВЖД с боями мы дошли до Хайлара. Но в Хайларе жестокие бои были. Четыре или нет, пять наших танков они сожгли. В Бурятии 66 героев Великой Отечественной войны. Сегодня в честь праздника им вручили подарки. Акцию провел молодежный центр. Сегодня печальная, с утра новость пришла, что один ветеран Великой Отечественной войны сегодня ночью умер, к которому мы должны были поехать. У нас получается волонтеры победы закреплены за каждым ветераном, участником Великой Отечественной войны. Они все время на связи. То есть если им нужна какая-то помощь по дому, может быть. Мероприятие проводится второй год подряд. В этой акции приняли участие более 60 волонтеров молодежного центра. Они посетили ветеранах в 13 районах Бурятии и столицы республики. Александра Фишева, Батархалматов, телекомпания «Оригус». И о спорте. Лучшие фигуристы трех регионов встретились в столице Бурятии. Улан-Удэ в эти дни принимает первенство республики по фигурному катанию. Об этом в нашем следующем сюжете. История Федерации фигурного катания Бурятия началась три года назад. В 2020-м провели первое официальное соревнование. Сейчас в Улан-Удэ постоянно стоят на коньках и тренируются на льду около 150 детей. Ну, мне нравится двигаться на льду. Ну, сам вид спорта нравится просто. Костюм, все красиво. Я в два годика встала на коньки, в год 8. Я люблю кататься. Я почти родилась в коньках. На состязание нового сезона уже по традиции приехали любители коньков Иркутской области и Забайкалья. И две команды якутских фигуристок. Хочу вам пожелать, прежде всего, конечно, показать сегодня высокий спортивный результат. Хорошей учебы. Уважайте своих тренеров. И, конечно же, любители физической культуры и спорта. Эти соревнования планируют сделать спортивным брендом республики и собирать спортсменов не только из соседних регионов. Фигуристы со всей страны могут выполнять здесь спортивные массовые разряды. По результатам этих соревнований у нас присваиваются разряды, начиная с третьего юношеского. И формируется сборная республики Барятия. Ребятишки уже выходят на такой более профессиональный уровень. Кстати, за столь небольшой возраст спортивная организация уже обзавелась с друзьями, которые стараются поддерживать этот вид спорта. Компания Ростелеком является с 2009 года генеральным партнером Федерации фигурного катания Российской Федерации. Наша компания поддерживает мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни, спортивные мероприятия. В том числе и такой красивый спорт, как фигурное катание. На первенстве в Бурятии по фигурному катанию разыграет 15 комплектов медали. За их поборются как любители, так и профессионалы. Возраст участников этого турнира от 3 до 56 лет. Алексей Турубов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Новый сезон великолепной пятерки стартует на телеканале «Оригус». Мы приглашаем школьников принять участие в интеллектуальном чемпионате. Ведь умным быть модно. Именно это доказывает программа уже на протяжении 10 лет. Самый масштабный проект ждет своих новых чемпионов. Как принять участие в игре и что нового ожидает зрителей, узнала Жергалма Бадмаева. Это единственное. Это захватывающее. Это эмоциональное. Это уникальная игра «Бурятия». В первую очередь данная телеигра развивает командный дух, помогает работать в команде, дает возможность получить неподдельные эмоции и почувствовать вкус победы. Это победители прошлого сезона великолепной пятерки. Ученики 14-й гимназии стали самыми умными в Бурятии. 14 сезонов, сотни школ города и республики участвуют на протяжении 10 лет в интеллектуальной игре. Мало кому удается несколько раз подряд становиться победителями. 14-я гимназия – исключение. У школ не так много возможностей ярко заявить о себе. И то, что телекомпания «Ригус» дает возможность действительно показать успешных детей своей школы на большую аудиторию, это важно. Мне везет, когда я сам непосредственно работаю с детьми, которых набираю в команде. У меня были ребята, которые были рекомендованы вообще всеми педагогами, но которые в силу своих личных каких-то ощущений не соглашались принимать участие. Поэтому любой шанс проявить, тем более гордиться тем, что самое ценное в школе умными детьми – это главное. «Великолепная пятерка» – единственная образовательная программа для детей на Дальнем Востоке. Цель проекта – пропаганда и популяризация знаний через развлекательную игру. По традиции к участию приглашается 20 команд – школьники не 160-го класса, 5 основных игроков, 2 запасных. Телевикторина стартует в феврале 2022 года. Зрители ожидают новый формат. В этот раз мы еще в телевизионной версии попытаемся сделать чуть-чуть по-другому, чуть поинтереснее. Но мы пытаемся сделать, чтобы это было побольше сейчас шоу. Сегодня «Великолепная пятерка» – это не только самый дорогой, драматичный и масштабный проект «Аригуса», но и технически самый сложный. В нем задействован весь операторский, инженерный и режиссерский отделы. В общей сложности на площадку выезжает около 40 человек. Это хороший бренд в телекомпании. Я рад, что в телекомпании существует, что-то такое для детей, которые подтянуть их к интересу. Это не экзамены, что это не оценки. Это игра, от которой надо получать удовольствие. И какой-нибудь большой тест для собственных знаний. Для собственных знаний, для умения в личности себя вести. Вот это надо помнить прежде всего. Это самое главное. Чтобы оставить заявку, нужно зайти на сайт оригус.тв, выбрать вкладку «Спецпроекты». В разделе «Великолепная пятерка» скачать шаблон заявки и отправить его на электронную почту. Инфо собака оригус.тв. Шаргалма Бадмаева, Александр Тайбинов, телекомпания «Оригус». И на этом пока все о развитии событий в следующих выпусках и на сайте оригус.тв. Спасибо, что были с нами. До свидания. Байрте.